Выборы 96 это выбирай сердцем, выборы 2012 это рокировка, а выборы 2018 это уже точно битва за явку. И не важно в каком городе вы живете, по каким улицам ходите и как относитесь к власти. Если вы гражданин России, вас уже точно позвали на выборы. Зачем на это тратят столько сил и денег? Чем больше народу придет на выборы, тем увереннее себя будет чувствовать победитель. Потому что это традиционно считается доказательством легитимности выборов и исправной работы демократических инструментов. Мол, люди идут голосовать, когда верят, что действительно могут на что-то повлиять. А если не верят, то, соответственно, не идут. Значит ли это, что низкая явка это показатель недоверия к избранной власти и путь к политическому кризису? Совсем нет. Возможно, выборы просто выглядят предсказуемо. Например, очень низкая явка была на парламентских выборах 2001 года в Британии. Что не помешало либористам. Премьер-министром стал их лидер Тони Блэр, он же был им до этого и еще один срок после. При очень низкой явке Америка второй раз выбрала Билла Клинтона. То есть положение победителя одновременно получается и более стабильным, и менее легитимным. Если верить РБК, а мы верим, у администрации президента России есть план. Победа Путина при явке 70%. Это действительно высокий результат. Рекордно высокий. А еще психологически важный. Никогда за всю историю выборов президента России на избирательные участки не приходило так много людей. Максимум 69,81% от числа всех избирателей. Но это было аж 10 лет назад, еще при Медведеве. Теперь власти так нужна убедительная победа, что на информационно-разъяснительную деятельность, то есть все, что вы видите на улице, по телевизору, в магазине, на почте, в транспорте, в инстаграме, только по официальным каналам выделено 770 миллионов рублей. Вообще президентские выборы оказались самыми дорогими в истории России. Они стоят 17 миллиардов 690 миллионов бюджетных рублей. Правда, на это даже полустадиона «Зенита» не построить. Но какой бы ни была явка, это все равно не будет абсолютное большинство. Смотрите. Население России, включая Крым и Севастополь, составляет почти 147 миллионов человек. Но голосовать из них могут не все. Право голоса в стране и за рубежом имеют 110 миллионов 844 тысячи 277 человек. Это число, недостижимое даже для советского времени, 100%. Таким образом, если на выборы придут, скажем, 60%, это будет 66,5 миллионов. Допустим, из них 70% проголосуют за Путина. Примерно столько голосов было насчитано за него в 2012 году. И это, в свою очередь, 46,5 миллионов человек. То есть чуть больше 31% от всего населения России. Но что произойдет, если на выборы не ходить? И вообще, кому-нибудь когда-нибудь удавалось устроить настоящий электоральный бойкот? Такой, чтобы все ахнули. Да. В 1983 году Народная национальная партия Ямайки бойкотировала досрочные парламентские выборы. И почти сорвала их. Общая явка по стране составила меньше 3%. Чем же все закончилось? Правящая лейбористская партия получила все места в Палате представителей. Все. Но есть и другой пример. Референдум в Словакии в 1997 году. Тогда оппозиция тоже призывала к бойкоту. И референдум из-за явки в 9,5% был признан недействительным. Поэтому получается, что реальным политическим инструментом воздействия на власть бойкот может быть только при одном условии. Когда существует порог явки избирателей. В России его отменили еще в 2006. Тогда же, когда из бюллетеней убрали графу против всех. Поэтому даже если во всей стране проголосует один единственный человек, ну, Элла Памфилова-то точно не забудет, то по закону и этого хватит, чтобы Путин вновь стал президентом России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова